Народные промыслы, фольклоры и самобытная казачья культура. И все это на одной площадке. Ремеслено-выставочный комплекс «Георгиевская ярмарка» создается по программе поддержки местных инициатив. Маргарита Река о том, что представлено на ярмарке. Несколько тысяч деталей, именно столько элементов предполагает проект. Из натуральной сосны вручную выпиливают местные мастера, каждую по отдельности. Повторить планируют и все резные элементы, что были у казачьих хат. Фактурный деревянный колодец, скамейки и много чего еще. Работа тонкая, почти ювелирная. Кроме формы, объема, стилизации и состаривания. За основу этой скамейки было взято колесо от телеги, как основной такой арт-объект. И эта скамейка будет стоять внутри подворья, каждый сможет присесть, сфотографироваться. А также все такие элементы, которые будут в подворье, мы специально брендируем. Это будет Георгий, такая старина. Основная сложность проекта в том, что объекты не монолитные. Создается, по сути, конструктор. Все разбирается. Комплекс будет гастролировать по всему краю. Проект очень интересный. Он состоит из девяти домиков, такие торговые павильоны, которые сделаны в традиционном этническом стиле. Там будут предлагать свою продукцию мастера. Также в комплекс входит два ремесленных терема. Это такие более крупные павильоны. Красивая входная группа, парадная. Для мастеров это не первый масштабный проект и госзаказ. По программе Краевого Минкульта создавали казачью инфраструктуру и декорации к ежегодному фестивалю культуры и спорта народов Кавказа. Строили деревню-ремесел к международному фестивалю в Омад. И сейчас охотно взялись за реализацию ремеслено-выставочного комплекса по программе поддержки местных инициатив. Курирует Минфин Ставрополья стоимость более 4 миллионов рублей. Основные средства из краевого бюджета. Обязательные условия – зафинансирование бизнесменов и населения. Этот проект уникален тем, что получил большой отклик от населения и от организации индивидуальных предпринимателей. Вклад их в реализацию этого проекта составил практически 950 тысяч рублей. Из которых 168 тысяч рублей – это средства населения. Краевой бюджет вложил в этот проект 2 миллиона 800 тысяч рублей. И еще 700 тысяч рублей добавил в бюджет Георгиевского городского округа. Помимо этого, на практически 900 тысяч рублей безвозмездными услугами будут оказаны им предоставлены материалы индивидуальными предпринимателями и организациями. 102 человека изъявили желание помогать в обустройстве этого проекта безвозмездным трудом. А ведь ремеслено-выставочный комплекс далеко не единственный проект, который реализуется в округе по этой программе. На территории Георгиевского городского округа реализуется в рамках программы местных инициатив 14 проектов. Благодаря поддержке нашего губернатора, благодаря поддержке наших жителей, жители выбирают эти проекты, и мы реализовываем те вопросы, которые являются, наверное, основными. Георгиевская ярмарка, как бренд и визитная карточка города, будет использоваться для творческих фестивалей на Ставрополе и за пределами края. Это, наверное, исполнение мечты очень многих георгиевцев. Георгиевск в 19 веке – это столица ярмарок. Самые крупные ярмарки Юга России проводились именно у нас. Поэтому мы очень хотим возродить былую славу нашего округа, потому что много очень у нас предпринимателей, производства интересных. В домах ремесленников у нас не только торговля будет, но будут еще проводиться мастер-классы для ребят, для взрослых людей. Ну и, конечно, самое для культуры, самое важное, самое актуальное – это настоящее казачье подворье. Казачьи песни – предметы быта терстей казаков. Чтобы на открытие стать резидентом, местные казачьи ансамбли и мастера народных промыслов уже выстраиваются в очередь. А для георгиевцев и гостей запланировано немало приятных сюрпризов. Маргарита Река, Николай Анисян, Вести Диордиск.